Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника математика 6 класс, автора Мюзляк-Полонский и Кир, под номером 290. Нас просят решить уравнение. Итак, по цифре 1. Как определить, что у нас с вами есть? Если бы у нас слева были действия, мы бы просто читали пример и не было бы переменных, то мы бы первое действие выполнили в скобках, а второе – вычитание. Так вот, последнее действие и определяет, что нам нужно находить. Второе действие у нас – вычитание. Переменная у нас находится в уменьшаемом. Значит, мы находим уменьшаемое. Как найти уменьшаемое? Чтобы найти уменьшаемое, нужно к разности прибавить вычитаемое. Поэтому мы, чтобы найти х плюс 5 двенадцатых к разности к 11 и 15, прибавляем вычитаемое 9 двадцатых. Складываем дроби с правой стороны. Итак, для этого нам нужно привести их к общему знаменателю. 15 – это 5 умножить на 3, 20 – это 5 умножить на 4. Находим наименьшее общее кратное. Это будет 5 умножить на 3 и на 4. 5 у 4 – 20, 20 умножить на 3 – 60. Дополнительный множитель к первой дроби будет 60 делим на 15 – 4. Ко второй 60 делим на 20 – это 3. Отдельно находим с вами сумму дробей, применяя основное свойство дроби, приводя дроби к общему знаменателю 60. 44,6 прибавляем 27,6. Знаменатель переписываем, числители складываем в числители. К 44 прибавляем 27, получаем 71. Это неправильная дробь, числитель больше знаменателя. Выделяем целую часть. 71 можно представить как 60 плюс 11. 60 делим на 60 – это 1 целая. И остается еще 11,6. Итак, х плюс 5,12 равно 1,11. Теперь у нас неизвестна первая слагаемая. Как найти неизвестное слагаемое? Нужно от суммы, а сумма у нас равна 1,11,6. Вычесть известное слагаемое. Известное слагаемое – 5,12. Приводим дроби к общему знаменателю 60. Дополнительный множитель к первой дроби. 60 делим на 12 – это 5. И тогда мы с вами от 1,11 отнимаем 25,6. Обратим внимание, что у уменьшаемого дробная часть меньше, чем у вычитаемого. Поэтому единичку, одну целую, представим в виде дроби 60,6 и складываем с 11,6. Получаем 71,6. То есть теперь мы сделали все наоборот. От смешанного числа перешли к неправильной дроби. И отнимаем 25,6. Знаменатель переписываем. А в числителе от 71 отнимаем 25. От 71 отнимаем 21. Это будет 50. И осталось еще отнять 4. Получаем 46. Дробь сократимая, потому что в числителе и знаменателе четные числа. Сокращаем дробь на 2. В числителе получаем 23. А в знаменателе 60 поделить на 2 – 30. Итак, мы нашли с вами х. Это 23,30. Подчеркиваем и записываем ответ. 23,30. Второе уравнение. Если бы порядок действий у нас был, сначала выполнили бы в скобках, а потом вычитание. Это последние действия. Итак, у нас с вами разность. Неизвестная х прячется у нас в уменьшаемом. Как найти уменьшаемое? Мы уже вспоминали. Чтобы найти уменьшаемое, нужно к разности, к 2,9. Прибавить вычитаемое. 16,45. Обратим внимание, упрощая правую часть, что знаменатель второй дроби кратный 9. Знаменателю первой дроби. Находим дополнительный множитель, чтобы привести дроби к общему знаменателю 45. 45 делим на 9 – это 5. И тогда у нас с вами получается 10,45. Нужно прибавить 16,45. Это можно сделать было бы и устно. Для тех, кто не воспринимает на слух, знаменатель переписываем 45, числители складываем 26. Итак, х минус 11,30 равен 26,45. На этот раз у нас разность и неизвестно уменьшаемое. Как найти уменьшаемое? Чтобы найти уменьшаемое, нужно к разности прибавить вычитаемое. К 26,45 прибавляем 11,30. И 45, и 30 делятся на 5, и 45, и 30 делятся на 3. Так как 5 и 3 – взаимно простые числа, то значит и 45, и 30 делятся на их произведение, на 15. 45 – это 15 умножить на 3, а 30 – это 15 умножить на 2. Тогда общий знаменатель будет 15 умножить на 3 и умножить на 2. То есть это будет 90. Дополнительные умножители первой дроби. 90 делим на 45 – 2. 90 делим на 30 – 3. И вычисляем. Применяем основное свойство дроби. 26 умножаем на 2 – 52. 20 умножили на 2 – 20. 6 умножили на 2 – 12. 2 умножили на 2 – 40. 6 умножили на 2 – 12. 40 прибавили 12 – 52. 90. Прибавляем 33,90. Знаменатель переписываем 90. Числители складываем. К 52 прибавляем 33. Получаем 85. И числитель, и знаменатель – это числа, которые делятся на 5. Потому что все числа, которые оканчиваются нулем или пятеркой, делятся на 5. 85 делим на 5. Как это сделать? 85 представляем в виде слагаемых 50 плюс 35. 50 делим на 5 – 10. 35 делим на 5 – 7. 17. 90 делим на 5. Раскладываем на слагаемые 50 плюс 40. 50 делим на 5 – 10. 40 делим на 5 – 8. Получаем 17,18. Итак, решением данного уравнения будет дробь 17,18. Подчеркиваем, записываем ответ. 17,18. По цифре 3. Высняем порядок действий. Сначала действие в скобках, а затем сложение. Последнее действие сложения. Итак, мы ищем неизвестное слагаемое. Наша неизвестная слагаемая – х-7,15. Как найти неизвестное слагаемое? Нужно от суммы, сумма у нас 17,24, вычесть известное слагаемое. Известное слагаемое у нас 5,8. Переписываем левую часть. Х-7,15. А теперь нужно найти разность дробей с разными знаменателями. Но обратим внимание, что знаменатель первой дроби кратный знаменателю второй дроби. Значит, приводим эти дроби к знаменателю 24. 24 делим на 8 – это 3. Получили дополнительный множитель ко второй дроби. И тогда от 17,24 мы отнимаем 15,24. Знаменатель переписываем. В числителе разность числителей. От 17 отнимаем 15 – это 2. Дробь сократимая. И числитель и знаменатель четные числа. Делим на 2 числитель – 1. Делим на 2 знаменатель – 12. Получили 1,12. Теперь у нас с вами слева разность. И нам неизвестно уменьшаемое. Как найти уменьшаемое? Чтобы найти уменьшаемое, нужно к разности прибавить вычитаемое. К 1,12 прибавляем 7,15. Найдем общий знаменатель. 12 и 15 имеют общий делитель 3. 12 – это 3 умножить на 4. 15 – это 3 умножить на 5. И тогда общий знаменатель будет 3 умножить на 4 и на 5. 4х5 – 20. 20 умножить на 3 – 60. Приводим к знаменателю 60. 60 делим на 12 – это 5. 60 делим на 15 – это 4. Получаем сумму дробей. 5,6 плюс 28,6. Знаменатель переписываем. А числители складываем. К 5 прибавляем 28. Получаем 33. Дробь сократимая, потому что и числитель, и знаменатель делятся на 3. 33 делим на 3 – это 11. 60 делим на 3 – это 20. Итак, мы решили уравнение и нашли корень этого уравнения. 11,20. Запишем ответ. 11,20. Перепишем условия четвертого примера. По цифре 4, выбирая порядок действий, мы сначала выполним действие в скобках, если бы это был пример, а затем в вычитании. Итак, последнее действие вычитания, поэтому мы находим с вами разность. И неизвестно у нас вычитаемое. Как найти вычитаемое? Чтобы найти вычитаемое, а это у нас выражение х плюс 1,6, нужно от уменьшаемого, от 4,5, вычесть разность 2,3. Итак, упростим правую сторону. Общий знаменатель, так как 5 и 3 – взаимно простые числа, то общий знаменатель будет их произведение. 5 и 3 – 15. Дополнительный множитель к первой дроби. 15 делим на 5 – это 3. А ко второй 15 делим на 3 – это 5. И тогда х плюс 1,6. И мы можем устно записать результат разности. В числителе 15 – 5,3. А в знаменателе 15. А в числителе 3,4 – 12. 5,2 – 10. От 12 отнимаем 10. Это 2. 2,15. Теперь мы ищем с вами неизвестное слагаемое первое. Как найти неизвестное слагаемое? Нужно от суммы, от 2,15. Вычесть известное слагаемое, а это 1,6. Приведем наши дроби к общему знаменателю. Так как знаменатель 60 у второй дроби является кратным для 15, то мы приведем дроби к знаменателю 60. 60 делим на 15 – это 4. И запишем. Будет 8,6. Минус 1,6. Получаем 7,6. Итак, х равен 7,6. Подчеркиваем и записываем ответ. 7,6. Итак, по цифре 5. Если бы мы выполняли с вами действие, то мы бы сначала выполнили в скобках, а затем вычитание. Последнее действие вычитания. Итак, мы находим с вами, у нас с вами разность. И неизвестное у нас вычитаемое. Как найти вычитаемое? Это у нас целое выражение. От х отнятия 2,5. Нужно от уменьшаемого от 4,3,4 от нить разность 3,5. Переписываем левую сторону. х минус 2,5, а правую упростим. Итак, приведем дробные части смешанных чисел к общему знаменателю. Для 4 и 6 мы знаем это число 12. 12 делим на 4, это 3. 12 делим на 6, это 2. И тогда у нас с вами получается 4,9, вычесть 3,10, 6,12. Хорошо, но мы не можем этого сделать, потому что дробная часть уменьшаемого меньше, чем дробная часть вычитаемого. Занимаем единичку, и тогда будет 3 целых, а эту единичку представим как 12,12 и сложим ее с 9,12. 12 в знаменателе переписываем, а к 12 прибавить 9, это будет 21. И отнимаем 3,10. Разность целых частей равна 0, не записываем. А вот разность дробных частей в знаменателе 12, в числителе от 21 отнимаем 10, это 11. Получаем 11,12. Это мы упростили правую сторону. Теперь у нас с вами разность, и мы ищем уменьшаемое. Как найти уменьшаемое? Нужно к разности, к 11,12. Прибавить вычитаемое 2,58. Приведем дроби к общему знаменателю. 12 и 8. Общий делитель у них 4. 12 это 4х3, 8 это 4х2. Тогда наименьше общая кратная или общая знаменателю у нас будет. 4 умножить на 3 и на 2. Это 24. 24 делим на 12. Это 2. 24 делим на 8. Это 3. И тогда получаем с вами 22,24. Мы складываем с двумя целыми и 15,24. Целых будет 2. А дробная часть 24 переписываем. К 22 в числителе прибавляем 15. Получаем 37. Но 37,24 это неправильная дробь. Выделяем целую часть. 37 делим на 24. Это 1. К 1 прибавляем 2. 2 целых. Это 3. В числителе остается. От 27 отнимаем 24. 13. 24. Итак, решением нашего уравнения будет 3 целых и 13,24. Подчеркиваем. Записываем ответ. 3 целых. 13,24. По цифре 9. Сначала выполняется действие в скобках, затем вычитание. Значит, у нас с вами разность. И неизвестная у нас вычитаемая. Как найти вычитаемое? Чтобы найти вычитаемое, 4,521 минус х. Нужно от уменьшаемого, от 9,928, вычесть разность 6,2. Левую сторону уравнения переписываем. 4,521 минус х. А правую сторону упрощаем. Итак, приведем дробные части к общему знаменателю. Поскольку знаменатель первой дроби кратный знаменателю второй дроби, то приведем эти дроби к общему знаменателю 28. Дополнительный множитель ко второй дроби. 28 делим на 7. Это будет 4. И тогда мы получаем с вами от 9,928 отнимаем 6,828. Разность целых частей у нас равна 3. Разность дробных частей 1,28. Итак, 3,128. Это мы упростили разность с правой стороны уравнения. Теперь обратим внимание, что из себя представляет левая сторона уравнения. Это разность, в которой неизвестно вычитаемое. Как найти вычитаемое? Вы уже знаете. Нужно от уменьшаемого от 4,521 отнять разность 3,128. Приводим дроби к общему знаменателю. 21 это 7 умножить на 3, а 28 это 7 умножить на 4. Общий знаменатель будет 7 умножить на 3 и умножить на 4. 3х4 12 и 12 умножаем на 7. 12 умножаем на 7. 10 умножаем на 7, это 70. 2 умножаем на 7, это 14. К 70 прибавляем 14, это 84. Это мы нашли общий знаменатель, к которому мы приведем наши дроби. Дополнительный множитель к первой дроби будет 4, ко второй 3. И тогда у нас будет от 4 целых и 20 восемьдесят четвертых мы отнимаем 3 целых и 3 восемьдесят четвертых. Разность целых частей равна единичке. Находим разность дробных частей. В знаменатель переписываем 84, а в числителе находим разность числителей. От 20 отнимаем 3, это 17. Делится ли 84 на 17? 84 делится на 4. 84 делим на 4, это 21. 21 на 17 не делится. Значит, дробь несократима. Итак, х равен 1 целой и 17 восемьдесят четвертых. Подчеркиваем и записываем ответ. 1 целая и 17 восемьдесят четвертых. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения, замечания, то оставляйте их в комментариях к этому видео.